Магическая вселенная Магия Со временем магия стала одной из главных сил, призванных оказывать влияние на жизнь человека. Но может ли магия на самом деле указывать человечеству его путь? Это очень обманчивая дорога, дорога духовного опыта и магии, и эзотерики. Это похоже на лабиринт-зеркал. На самом деле, впрочем, как и все в этом мире, у этой медали две стороны. Иными словами, каким он будет, зависит от самого человека, выбравшего этот путь. Многие хотят найти в книгах или в учителе окончательную истину, цельную, словно математическую форму. Магия дает нам иллюзию могущества. Она заставляет человека сосредотачиваться на себе, и хотя это и порождает ощущение безграничных возможностей, на самом деле это вовсе не так. Главное в магии — это то, во что человек верит, его ощущение и убежденность в могуществе магии. Он должен принять некие религиозные догмы и строго следовать определенным ритуалам. И то и другое вместе станут началом внутреннего духовного пути для человека. Может ли магия изменять окружающая нас реальность? Можно сказать и так. Порой случается, что во время магического ритуала используется определенный элемент, особая символика, естественно, направленная на достижение какой-то цели. Возможно, этого можно было бы добиться и другим путем, но каким-то образом происходит, что цели, поставленные человеком, достигаются. Так что нужно задать вопрос, а если бы мы ничего не предпринимали, был бы достигнут тот же результат? Этого мы не можем знать. По сей день в Великобритании сохранилось большинство древних магических знаний, и последователи этих знаний никогда не стремились к тому, чтобы предать их огласке. У большинства людей ошибочные представления о магии. Они думают, что магия – это то, что они видели в фильмах Диснея. Дымящиеся зелья, драконы, появляющиеся исчезающие люди, которые способны изменить свой облик. На самом деле термин «магия» происходит от древнего английского слова «магий». Маги стали первыми учеными, астрологами и лекарями. Следует вспомнить о многих современных науках, таких, например, как психология, астрономия. Большинство из них были созданы магами более четырех тысяч лет назад. Магические системы – это ритуалы и магические формулы, которые обобщают все эзотерические знания и практики, созданные человеком. Магический акт – это воля вершителя, воля колдуна, способная управлять действиями и даже жизнью другого человека, даже полностью ее нарушить. В этом случае я стараюсь всеми силами уменьшить это негативное влияние. Если человек поддается собственной слабости, он открывает путь вмешательству извне, становится жертвой чужеродных сил, которым сам открыл дорогу. Маг считает Вселенную живым существом, чей внешний вид скрывает истинную природу сил, которые ею управляют. Маг верит в две вещи. С одной стороны, он может некоторым образом вмешиваться в действия этих сил, познавая их посредством своих техник, и в то же время подчинять их себе. То есть, если вы вмешались в одно, то обязательно затронете что-то другое. Это с одной стороны. А с другой стороны, также существует поверие, что сущности и духи каким-то образом поддерживают единство этого мира и законы, и им управляющие. В таком случае задача мага – это каким-то образом призывать этих божеств, чтобы они помогали ему достигнуть желаемого результата. Сколько существует магия? Почему человек решился связаться с явлениями, ему непонятными? Магия в доисторические времена. Страх перед неизвестным. Мне кажется, что если что-то и воодушевило человечество на создание культуры, создание связей со средой, с жизнью вообще, то это страх. Если мы задумываемся о примитивном человеке, о доисторических людях, мы должны понимать или представлять себе, что чувствовали эти существа, эти первые хомо-сапиенсы, когда заходит солнце, когда разыгрывается буря, когда идет дождь, или когда стоит страшный холод. Скорее всего, они чувствовали всепоглощающий страх. Они могли вообразить, будто бы солнце больше никогда не взойдет, или нечто столь же ужасное. Мне кажется, что магия является результатом накопленного жизненного опыта, который помогал людям чувствовать себя в безопасности. С возникновением первых цивилизаций магический опыт накапливается и превращается в стройные системы магических знаний. Шумерская магия. Власть над демонами. У шумеров, а затем у вавилонин, существовал очень богатый и необыкновенно разнообразный магический мир. Они верили в существование духов. Духи были добрыми и злыми. Например, они считали, что если человека не похоронить в соответствии с определенными ритуалами, то его душа могла вернуться в виде злого духа и начать преследовать живых. Она могла найти прибежище в могильном камне, в руинах или в пустыне. У шумеров, а следовательно, и васира в вавилонской традиции все вращалось вокруг магии чисел. Они считали, что для каждого из этих существ или божеств существовало свое присущее только ему число. Тот, кто знал не только имя, но и число Бога, надеялся, что его молитвы дойдут души и божества. На марте магия играла основополагающую роль в древнем Египте. И жрецы, которые владели магией, пользовались властью, почетом и уважением. Сам фараон представал перед людьми и перед самим собою в качестве живого Бога на земле. Магия Египта. Интересен тот факт, что иероглифы, как священные слова, уже сами по себе являются целой наукой образов. Это была магическая наука. С одной стороны, они несли в себе скрытые значения, некоторую фиксированную часть смысла, а с другой стороны, часть кинетическую, то есть смысл движения. Некоторым образом, они демонстрировали людям иной мир, мир, населенный духами. Но это было гораздо больше, чем просто символы. Они обладали возможностью отворять врата. Например, Анг, больше известный как ключ жизни, был именно ключом, открывающим такого рода двери. Считалось, что тот, кто читал эти знаки, мог обрести способность превращаться в птицу или в животное. Хекка. Это концепция, включающая все особенности египетской магии и возможности, которые она могла дать. Любое божество обладало этим Хекка, присущей только ему магией, и у каждого было в первую очередь свое тайное имя, присущее только ему число. Понятие Хекка было тесно связано с представлениями о Маат, египетской богине правосудия. Маат лично присутствует на последнем суде каждого умершего, взвешивая на весах свой собственный вес, равный весу пера и вес сердца покойного. Если вес оказывался равным, тогда покойный мог воскреснуть. Если перевешивало сердце, то его пожирал монстр и покойный терял возможность воскреснуть в ином мире. Этот принцип Маат представляет законы природы, законы, которые могут управлять всем сущим. Следовательно, знать эти законы, знать Маат, который управляет событиями, это и есть особая магия Хекка. Иными словами, жрец, египетский маг был тем, кто знал эти законы, эти принципы и мог ими управлять. Всякая ритуальная церемония начиналась с пути посвящения. Посвященный ходит во тьму, и по мере того, как протекает церемония, он идет к свету. Он совершит символическое путешествие, состоящее из вызова и испытаний. В этой церемонии он приобщается к тайным знаниям. посвященный обязуется хранить тайну полученного им знания. Он не сможет передать другим полученный им духовный внутренний опыт. Он уникален и, по сути, непередаваем. Магия 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 Лунная магия Пребывающая Луна Это отрезок времени между новолунием и полнолунием. Благоприятное время для всякого рода доходов духовных, материальных и интеллектуальных. Время роста и плодородия. Время для всего нового. Оно привлекает положительную энергию к любым начинаниям. Магические знания Магические знания Египта были усвоены греко-римской культурой и распространены по всей Европе. В этот период возникло большинство магических систем и ритуалов и появление христианства не смогло положить им конец. Многие из этих магических традиций, связанных с дохристианскими культами, так же, как и верования, объявленные еретическими, жесточайшим образом преследовались церковью через суды инквизиции. И тогда на колдовство смотрели именно так. В своей основе колдовство направлено на сговор с дьяволом. Здесь постоянно встречается упоминание о сабах или о шабаше. Сабах является типичным явлением в европейской магии. Большинству он известен как шабаш-ведьм. Шабаш – это собрание колдунов, куда в той или иной ипостаси является сам дьявол. Изучая античность, мы сталкиваемся с верой в колдовство. Оно во многом тяготеет к эмпирическому и индивидуальному. Колдуньи специализировались в области любовной магии, в создании приворотов для достижения различных целей, а также в сглазе. Но это не подразумевало под собой сговоры с дьяволом, что всегда приписывали любой колдуньи. В конце Средних веков вновь набирают силу древние философские учения. Возобновляется интерес к магии как к способу связи с божественным и внутренним знанием. Из этого движения в Средневековой Испании рождается учение о Каббале, философском мировоззрении, прочно укоренившемся в еврейской и античной философии, в алхимии и в астрологии. В это время возникает то, что позднее назвали «тайным западным знанием». Западные тайные знания в 14-15 веках это теория четырех элементов, что подразумевается под четырьмя элементами. Обычно их путают с водой, которую мы пьем, или с речушкой, бегущей у ног, или с реальным огнем, или с воздухом, но это все не то. Когда мы говорим об этих четырех элементах, именно с точки зрения оккультизма мы говорим о духовных истоках каждого из этих элементов. И хотя в макрокосмосе элемент проявляется в виде огня, который нас согревает, или в виде воздуха, который мы вдыхаем, это не то, что человек должен знать о них и чем должен уметь управлять, если он хочет постигнуть тайные знания природы. Каждая из стихий в реальности характеризуется двумя основными качествами. Например, с точки зрения сокрытого смысла огонь характеризуется тем, что он сухой и горячий, в то время как вода холодная и влажная. Именно в этих соответствиях и состоит то, что позволит манипулировать этими четырьмя элементами природы. Алхимия на протяжении всей эпохи Ренессанса являлась способом управления и преобразования основных четырех элементов как в зримой сущности природы, так и во внутренней, человеческой. Астрология и алхимия были орудиями, с помощью которых люди создавали иную реальность и могли ее толковать. Если вспомнить выдающихся деятелей того времени, то среди прочих можно назвать Леонардо да Винчи, Агриппу из Нетэсгейма, Пико Делла Мирандолла, Марсилио Фичино. Можно сказать, что все эти философы были приверженцами различных предсказаний, разных видов практик, о которых сегодня мы говорим как о магических. Тем не менее, для них это были не более чем инструменты познания мира, который представал их взору в своем единстве. Происходящее среди звезд отражалось на происходящем в вашем теле, и то, что происходит с вами, отражается на звездах. Ренессанс начинает видеть в человеке микротеус, то есть бога, который может пойти против предначертанного звездами и изменять свою судьбу. Личность одного великого алхимика, астролога и исследователя особо выделяется в эпоху Ренессанса. Это Корнелиус Агриппа. Его фундаментальные эзотерические трактаты становятся основой науки создания талисманов, зелий и прочих необходимых составляющих истинной практической магии. Корнелиус Агриппа жил в конце 15-го, начале 16-го века. Его фундаментальный труд «Трактат об оккультной философии» состоит из трех томов. В первом томе рассказывается о природной магии, то есть о теории основных элементов, обо всем, что относится к производству магических орудий, а также о системе предсказаний, основанной на четырех элементах. Второй том — это трактат о небесной магии. Рассказывает об основах нумерологии, о каббалистических принципах, об основах химии и астрологии. И последний трактат о церемониальной магии, где Агриппа обращается к теме установления связи с ангелами. Это повествование о связи с сущностями, находящимися за гранью физического мира и являющимися истинными вестниками божественного. Среди тех, кто изучал труды Корнелиуса Агриппы, находится некий Джон Ди. Джон Ди, астролог и советник королевы Изабеллы I, вместе с медиумом Эдвардом Келли начинают исследование процесса связи с ангелами. Джон Ди и янохианская магия. Ди применяет искусство делать видимыми духов посредством кристаллов так, как это описывает Критемиус и предпринимает попытки контакта с потусторонним миром контакта с иными сферами. И он начинает получать приказы через эти сферы, получив указания по созданию особого языка. Язык есть не что иное, как язык ангелов. Ди получает его от сущности, которую он называет ангел Аве, и это тот же самый язык, который встречается в таблицах Еноха. Также эти ангелы диктуют ему серию чисел и букв, которые он должен записать в таблице. И из этих таблиц, как объясняют ему ангелы, он сможет извлечь имена остальных сущностей, богов, названий планет, имен ангелов, имен дьявола. В янохианской системе, которую получает Ди от своих ангелов, имеется алфавит из 21 буквы, 19 ключей или заклинаний, оккультные знания и более 100 больших квадратов, более чем с двумя тысячами и четырьмя стами знаками, с указаниями, как их использовать. Знаки и символы сгруппированы по категориям в элементальные таблицы, по одной таблице на каждой из известных четырех элементов. Таблица духов будет включать в себя движение планет и даже будет содержать великий знак Сигел Адемит, который соединит в себе все, что является планетарной янохианской магией и ее сутью. Применять янохианскую систему означает вторгаться в скрытые глубины собственного подсознания, что может привести к самым тяжким последствиям, я бы даже сказала к пагубным. Говорят, что известны случаи, когда люди занимались янохианской магией без подготовки и в прямом смысле слова теряли рассудок. лунная магия полнолуние Солнце и луна противостоят друг другу таким образом, что солнечный свет может полностью отражаться от лунного диска. Это благоприятное время для всякого рода магических обрядов, так как луна приумножает их силу. Для течения инстинктивных и бессознательных процессов это время апогея. Идеально для ритуалов благодарности. Любое дело, начатое в период новолуния укрепляется или обретает новые пути развития во время полной луны. Магия 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 На протяжении 17-18 веков возникло множество обществ, посвятивших себя изучению герметических знаний и других символических систем. Среди прочих можно назвать братство Розы и Креста, чьи традиции и по сей день продолжают общество розенгрейцеров и масонских ложи. В 19 веке из недр этих тайных обществ рождается герметический орден Золотой Зари. Это организация, которая оказывала большое влияние на мистические западные традиции вплоть до нашей дни. Орден Золотой Зари важен тем, что им был создан блестящий синтез магического и мистического материала. Такого, например, как история Фама Фратернитас, розенгрейцерской алхимии, египетской книги мертвых и, среди прочих, трактатов Корнелиуса Агриппы и Джона Ди. Позже, когда магические сообщества плодятся как грибы и мир содрогается от появления всевозможных течений и практик, многие из которых относятся к сексуальной магии. Такую магию практиковал один из самых знаменитых магов последних времен. Алистер Кроули Алистер Кроули родился в Центральной Англии в Арвикшире 12 октября 1875 года. Имя Кроули связывают с Золотой Зарей, а также с ОТО Ордо Темпли Ориентис Орденом Темплиеров Востока. ОТО это магическое герметическое общество, основанное в Германии в 1902 году, чьим предшественником являлось герметическое Братство Света. Алистер Кроули вступает в ОТО после чего в 1902 году в Англии было основано отделение ОТО, которое он и возглавил. Любопытно, что выдвижение Кроули на этот пост вызвало большой раскол в ОТО, к тому же Кроули по собственным словам получает его благодаря помощи его жены в Большой пирамиде в Египте. Тогда он публикует так называемую книгу закона и книгу Телема, самая известная фраза из которой «Делай, что пожелаешь» или «Верши свою волю», которая на самом деле взята из работы Равеля. И другое «Быть больше, чем просто человеком», которая на самом деле тоже взята из клятв одной из ступеней посвящения в Золотой Заре. Последователи ОТО не могли смириться со многим в магии Кроули и особенно с тем, что она жестко основана на ритуалах сексуального характера, на сексуальной магии. Для свершения магического акта в какой-то момент необходимо то, что многие называют «взрывом воли». Нечто вроде возникновения внутренней энергии, которое служит для мага признаком того, что проникновение или вторжение в ткани реальности уже совершается. Под этим подразумевается очень большой эмоциональный разряд или впадение в угнетенное состояние сознания, дабы затем произвести мощный эмоциональный выброс. Кроули считал, что посредством ритуалов, позаимствованных из стандрических практик йогов, с помощью секса он мог вызвать этот взрыв. Таким образом, многое из его магии было основано на сексе. Лунная магия Убывающая луна Период между полнолунием и новолунием Благоприятное время для экзорцизма или избавления от неприятных черт в нас же самих, например, избавление от вредных привычек дает необходимое знание о том, когда нужно принять решение, чтобы завершить какое-либо дело. Язычество В настоящее время термин язычество используется для описания целой группы немонотеистических религиозных верований, чьи основные черты берут свое начало в дохристианских религиях. Язычество само по себе не является ни религией, ни как таковой магической практикой, хотя термин может использоваться для описания жизненной философии людей. Язычники или язычество для меня это природа и все то, что является естественным. Все принадлежащее природе и все природу подразумевающее. Земля это мой родной дом и все, кто обитают на этой планете, животные, люди, всех верований и рас, для меня братья и сестры, потому что все мы являемся частью природы. Это и есть главным образом язычества для меня, именно на этом основаны мои убеждения. Эта религия говорит о том, что реальность населена духами. Она сохраняется по сей день благодаря шаманизму. Это дошедшие до наших дней остатки древних космогонических представлений. Шаманизм власть природы. Шаманы считают, что все, что существует на земле, растения, животные, реки, горы, леса, обладает своей собственной душой, собственной жизнью. Шаманизм предлагает нам обратиться к этому древнему знанию, к духу матери и земли. Шаман, как человек знания, это человек, обладающий представлениями о смерти. Он знает, что он умрет. Он знает, что сегодняшний день последний и с этим он живет. Вся его жизнь это единый путь, который предстоит преодолеть. Они считают своей первой матерью природу. Когда нарушена связь человека с природой, он теряет себя. Они обладают властью изменять вашу судьбу. То есть, кроме привычной реальности, есть и другая реальность, которую они называют обратной стороной вашей жизни или жизни вообще. И эти стороны неотделимы одна от другой. прежде всего я шаман. Я практикую один. Мои обряды это способ, с помощью которого я общаюсь с духами. Также я посещаю занятия по викке и принимаю участие в групповых ритуалах. Случается я встречаюсь с друидами и магами из других сообществ. Человек должен выбирать те пути, которые ему подходят. Потому что существует только одна система верований, распространившаяся по всему свету, но затем раздробленная и возникло множество разных течений. И мы больше не проповедуем вместе, мы сталкиваемся друг с другом. У природы есть только одна душа. И основа верования Вики состоит в возвращении к этой природе к сути вещей. Ритуалы Ритуал — это церемония, которая с помощью различных действий производит некий магический акт, изменяющий реальность вокруг нас. магический ритуал состоит из нескольких обязательных этапов. Подготовка вспомогательных принадлежностей свечей, ножей, масел, трав, жезлов, чаш. Далее надо разметить и очистить от всего лишнего священное пространство. Изображение магического круга и обозначение четырех основных точек в нем. Когда все подготовлено, начинается призыв различных божеств или духов покровителей для защиты. Этим божественным силам следует совершать подношения фрукты, напитки и громким голосом сосредоточенно, отчетливо изложить наши просьбы и желания. Мы должны пребывать в медитативном состоянии. Перед окончанием ритуала, высказывая свою благодарность защитникам и замыкая круг. Также ритуалы могут являться актом очищения и благодарности. Магия почему интерес к магии сохраняется и по сей день? Что ищут в магии ее приверженцы? на протяжении 60-х годов начинается этап бурных экспериментов в области магических практик. Одно из лечений, которое вызвало больше всего споров, это хаосизм. Магия хаос. Современникам такой магии в начале 70-х становится панк-движение, которое появляется в Англии и Соединенных Штатах. Это группа людей, которые говорят, почему мы должны взывать к божествам, если мы даже не знаем об их существовании. Начинает зарождаться целое движение, которое получает название магия хаоса. Почему именно магия хаоса? Потому что они говорят, существует некая первичная энергия, первичная энергия, из которой все зародилось. Я могу связаться в состоянии измененного сознания через концентрацию с этой первичной энергией, энергии хаоса, и опираясь на эту связь, произвести изменения. Произвести изменения в моей реальности так, как я это понимаю. для хаосистов существует единая создающая все вокруг энергия. Это жизненная энергия или иначе кия, которую можно извлечь. Основной предпосылкой является то, что вера в магию, сама вера, является орудием достижения цели. Они говорят, что на самом деле сначала существование человечества, когда человек обнаруживает магическую силу как способность воздействия на реальность каким-либо непривычным способом, скажем, с помощью каких-то техник, всегда были одни и те же. Что техники одни и те же, изменяется только каркас, скажем, программное обеспечение, но сама техника в основном одна и та же. Техника символизма преображает желание магов в символы и через измененные состояния сознания внедряет их в действительность. Идеи Петера Кэрролла привели к тому, что хаосизм практикует особое состояние, называемое агнозис. Особое состояние, при котором мгновенно исчезает обычное сознание, исчезают мысли, исчезают все привычные связи с реальностью остается только абсолютная пустота. В этой пустоте сосредоточена вся энергия, полностью сфокусирована в одной точке, и именно в этой точке проецируется некий символ или производятся различные магические операции. лунная лунная магия. Новолуние. Время волшебницы во всем ее очаровании. новолуния это время, когда солнце и луна находятся в соединении. Идеально подходит для углубления в неизученное или для привлечения позитивной энергии в новые начинания. Подходящий период для изучения духовных аспектов собственной сексуальности. И на фоне поисков возможностей сознания и опытов с измененными состояниями разума или иными реальностями вновь выходит на сцену самое спорное из магическо-философских течений. Сатанизм. Каково же на самом деле происхождение сатанизма? На самом деле сатанизм это не новое явление. Если проследить за его происхождением то мы увидим что он появляется около 1400 года в кругу определенных групп людей в том числе среди духовенства которые хотят противопоставить себя католической церкви верхушка которой в то время погрязла в самой отвратительной коррупции. Если люди хотят выразить свое неподчинение церкви то мне кажется их бунт может обратиться козлу как к символу. Поэтому в то время я думаю группа сатанистов стараются найти в нем некий новый смысл открыть новые способы удовлетворить свои желания и следовать своим инстинктам. в служении тьмой в служении в сближении с ней через принятие этой тьмы и необязательно для насаждения еще большей тьмы и состоит как мне кажется единственный доступный нам способ для того чтобы привнести свет во тьму. В 19 веке сатанизм появляется в среде некоторых представителей знатных родов и буржуазии крупных городов как протест против жесткой викторианской морали. Движение сатанизма или поклонение сатане со своими черными мессами в противовес тому, что являют собой ритуалы традиционного католичества получает новую силу в конце 50-х начале 60-х годов с приходом Шандера Лавея. Лавей родился в Чикаго 11 апреля 1930-го года. Воодушевленный последователем Алистера Кроули Энгером Кеннетом Лавей 30 апреля 1966-го года основал свое движение Церковь Сатаны. Лавей завершает основание своей Церкви Сатаны и начинает становление целой религиозной системы организованной наподобие традиционной Церкви. Вопреки сложившемуся мнению сатанизм не подразумевает поклонение дьяволу. Это своеобразная жизненная философия все принципы которые основаны на неприятии всех общепринятых представлений как на духовном так и на социальном уровне. Один из самых завуалированных видов зла благодаря сатане является индульгенция заменяющая воздержание. Если кто-то считает что воплощая свои естественные желания он сможет избежать посредственности то он очень ошибается. Получается что люди ограничивая собственные побуждения подавляют свою внутреннюю свободу. Могут ли травы развеять наши сомнения? Может ли луна помочь нам в наших поисках? А пламя свечи способно ли оно пролить свет на наше желание? Энергия есть основа вселенной и магия идет с ней рука Красный Дракон В настоящее время одной из наиболее загадочных и сложных герметических школ магии является Орден Красного Дракона. Это очень молодой эзотерический орден чьих последователей можно встретить сейчас во всех уголках мира. Это школа в которой существует путь посвящения точнее скажем проповедуется темный путь посвящения. То есть практикуемый ими путь посвящения основан на том что называется тропа левой стороны. Здесь некая идея представляет собой нисходящую дорогу. Одна из главных используемых метафор это спуск в нижний мир. Темнота используется как метафора для описания сторон личности которые самому человеку неизвестны. На чем основывается красный дракон в своих учениях? Многое уже взято из юридианских работ с тенями то есть мысль в следующем существуют необозримые уровни нашего бытия совершенно для нас неизведанные. здесь здесь применяются практики призывы сил дракона медитативные практики кундалини сосредоточения на жизненной силе на сперлевидном восхождении жизненной силы и на использовании этой силы чтобы пробудить скрытые сверхъестественные возможности человека. и действительно то с чем сталкивается человек в этих состояниях это опыт совершенно отличный от того который он получает изучая то же самое иным образом. Человек приобретает новый жизненный опыт очень сильный полный энергии очень напряженный и то что испытывает человек в этот момент это столкновение со своими собственными страхами столкновение со своей собственной тенью в буквальном смысле слова. Идея состоит в том что вы учитесь контролировать свое сознание во сне или в астральной проекции и учитесь тому чтобы устанавливать прямую сознательную связь с этой тенью. Это способность выйти за пределы обычного сознания. В магической практике важно распознавать связь которая объединяет всех созданий в единую цепь союз во Вселенной. Но что же такое на самом деле магия? Магия это действие которое изменяет ощущение действительности в которой мы находимся. Для меня она представляет собой нечто такое что мы не можем контролировать но что может нас существенно изменять проявляясь в любой момент нашей жизни. повседневный ежедневный или просто момент нашего существования так? Я верю в то что магия есть в жизни каждого. Дело в том что она нас пугает ведь мы можем потерять контроль над собой потому что начинают работать другие энергии другие законы другие концепции я думаю что магия может сделать нас более жесткими заставить мучиться страдать или подчиняться этому необычайному происходящему и видеть что нас ожидает в будущем следовать по пути магии означает раздвигать границы бытия и может быть на другом конце пути станет возможным разгадать тайну или научиться управлять неуправляемым но мы сами являемся той самой первой границей и каждый шаг который мы делаем связывает нас со светом и тенью магического внутреннего мира фильм озвучен студии инис по заказу союз видео и по инис инис по МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА